Скажите, почему Путин сейчас не уйдет из Донбасса? Ну вот реально для него это было бы, скажем, решением, скажем, внешнеполитических всяких там санкций. То есть Запад бы тогда, ну уж пусть они меня простят, там западные эксперты, но сказал бы, ну вот видите, все же таки, да, вот, и да, и все отлично, ну давайте уж немножко там попустим санкциями. Да, в этом случае санкции были бы сняты. Я думаю, что это рассматривается как репутационная потеря, да, что уход там из Донбасса, сначала вы снимите санкции, хотя бы часть, ослабьте санкции, а потом мы будем думать, уйдем из Донбасса или нет. Русские очень боятся, что их обманут. Значит, это первое. Второе, считается, что Донбасс это все-таки способ как-то влиять на Украину, что Донбасс России не нужен. Он приносит один ущерб, репутационный, имиджевый ущерб, экономический вред тоже. Ну, потери колоссальны. Вот, но давайте мы встроим Донбасс в тело Украины, вернем, ну, на российских условиях. Вы знаете, что это даже не федерация, это конфедерация. И тогда можно вот влиять на Украину. Поскольку этого никогда не будет, да, то Донбасс остается в подвешенном состоянии. И это трагедия для региона. Это просто трагедия для миллионов людей, которые там живут. Потому что он в таком виде, он не нужен, конечно, Украине. Да, и в таком виде он не нужен и Российской Федерации. Тем не менее, вот в отличие от других замороженных конфликтов, там, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровья, проблему Донбасса можно решить. У меня нет в этом сомнений. Ну, подождите, вы сразу сказали это? И тогда скажите, как? Потому что никто не знает, как решить сейчас. Это можно. Для этого необходимо только одно условие. Чтобы в России появилось желание решить эту проблему. Появилось желание. Но решать ее придется под международным протекторатом. То есть, это должна быть не сделка России с Украиной, да, там, при некотором, по крайней мере, участии западных гарантов. Необходимо создавать международное управление в этой территории, да, значит, ее заниматься реконструкцией, на что уйдет лет 5-7, не меньше, по крайней мере. Просто восстанавливать дороги, нормальную жизнь, проводить выборы в местные органы власти. Причем при, там, международных наблюдателях, допуске журналистов, украинских, естественно, украинских политических партий. И когда все это пройдет, и все это должно делаться под международным протекторатом, при наличии там силы ООН, скорее всего, вот, возможно, силы ДКБ, для того, чтобы, ну, был некий, там, баланс, да, после этого проводить референдум именно в Донбассе о статусе Донбасса. Потому что, мне кажется, что выбор должны делать люди, которые там живут, но для того, чтобы они сделали выбор, который был бы не эмоционален, а рационален, их надо обеспечить предварительными условиями, да. Так что это конфликт, который можно решить, но это займет, я думаю, не меньше 10 лет. Ну, знаете, войну развязать очень легко. А вот ликвидировать его последствия приходится годами, а то и десятилетиями. Но, тем не менее, в чем отличие вот конфликта в Донбассе, да, это не этнический конфликт, безусловно, да, потому что... Ну, очевидно, да. Да, это совершенно очевидно. Это не религиозный конфликт, как это было, допустим, там, этнически-религиозный, как это было на Балканах. Это, фактически, это в центре Восточной Европы, да, это огромная территория, и пока Россия не пойдет по пути доброй воли, ее репутация в мире, да, и возможность восстановления отношений с Западом всегда будут находиться под сомнением. Поэтому, в принципе, это в интересах, скажем, некого потенциального нового российского руководства эту проблему решить. Сказать, Крым навсегда остается российским, это не подлежит обсуждению, ну, давайте мы договоримся о Донбассе. Так что, я думаю, что это возможно. Ну, если позвольте... Даже уверен в этом. Ну, если позвольте, последний вопрос по Крыму, потому что, действительно, и вы сказали об этом, и я этот вопрос готовила заранее. Вот, вы сказали, что некое новое политическое руководство скажет, что Крым остается российским. Вот, мы не согласны, конечно, в Украине с этим. Да, я понимаю. Суку вопроса, и за это мы критикуем и Навального, в том числе, и многих других российских либеральных политиков. Вот, для России, вы считаете, что Крым это вот все уже, они не будут возвращать Крым? Да, здесь существует... Но это же невозможно, да. Да, Людмила, существует широкий общенациональный консенсус, да. Я не могу представить ни одно российское правительство, даже самое либеральное, которое согласилось бы вернуть Крым. Это просто невозможно. Но дело в том, что с точки зрения как раз международной, Крым не составляет особой проблемы для России. Санкции за Крым ничтожны. Они просто ничтожны. Да, по сравнению с санкциями, введенными за Донбасс и там за войну в Восточной Украине, Юго-Восточной Украине. Вы же это хорошо знаете. Это первое. Второе, есть международный опыт существования Прибалтийских республик в составе Российской Федерации, Советского Союза еще. Когда де-факто они были признаны, а де-юре Соединенные Штаты их не признавали. Тоже самая модель будет воспринята Западом. Запад готов. И Евросоюз, Соединенные Штаты в отношении Крыма. И во всех разговорах The Record они об этом говорят. Да, мы понимаем, что Россия не вернет Крым. Мы не признаем Крым-де-юре российским. Это исключено. Но де-факто он российским будет считаться. Я бы сказал, что это надо признать как данность. Это, конечно, не отменяет право Украины записывать в Конституцию, что Крым – это часть украинской территории, что Украина будет ставить себе всегда задачу возвращения Крыма. Но мне кажется, что и Россия, и Украина лучше бы смотреть сейчас в будущее. И попытаться выстроить отношения на новой основе. На новой, я имею в виду, прагматичной. Потому что когда мы попытаемся строить отношения на основе интересов, мне кажется, это может сработать. Что апелляции к братству, к многовековой истории, они же, конечно, совершенно точно работать не будут. Об этом надо забыть. Украинцы об этом забыли. В России не совсем. Но это точно совершенно не основа для отношений. Но вот основа для каких-то экономических связей существует. Она никуда не делась. Мы соседи. Наши экономики взаимозависимы. Наши рынки, тем не менее, взаимосвязаны. Мы говорим не на одном языке, но на языках очень близких. Культурно мы близки. Потому что украинская ориентация в Европу, вы понимаете, что это очень длительный, на Европу это очень длительный и сложный процесс, который не может быть реализован в течение нескольких лет. На это уйдут десятки. Это первое. И второе. Я думаю, что когда в России изменится политическая власти, это неизбежно произойдет. Ее векторы тоже изменятся. Я думаю, что она тоже будет ориентироваться не на вхождение в Евросоюз, это исключено, но на создание какого-то стратегического партнерства с Евросоюзом. А в этом контексте Украине будет легче. Можно налаживать тогда какие-то более или менее рабочие отношения с Российской Федерацией. Продолжение следует...